Затиберия В 19 веке район Трастевери был разделен дорогой на две части. Для строительства дороги пришлось снести монастырь, который примыкал к церкви, а потом, спустя несколько лет, была снесена и оратория. Из-за этих изменений видимость церкви Сан-Крисагона улучшилась. Но хочу отметить, что внутри церкви очень сильно слышен шум уличного движения. Святой Крисагон был казнен императором Диоклетианом. Церковь, посвященная Святому Крисагону, была основана в V веке. В VIII веке пол церкви был поднят на полтора метра, по причине того, что церковь очень часто подвергалась наводнениям. В XII веке церковь была полностью перестроена кардиналом Джованни Докрема, который поднял уровень церкви еще на 4-5 метров, и добавил колокольню, которая до сих пор стоит. А старая церковь сейчас находится внизу. Дизайн церкви очень похож на дизайн всех раннехристианских базилик. И несколько лет спустя она послужила образцом для ближайшей церкви Санта-Мария-Интрастевери. Давайте на минуточку переместимся в церковь Санта-Мария-Интрастевери, для того, чтобы посмотреть, как сильно похожи между собой эти две церкви. А сейчас мы вновь находимся в церкви Сан-Крис-Агону. 22 гранитные колонны разделяют церковь на три нефа. Эти колонны, предположительно, были привезены из терм императора Сеттимия-Севера. Две другие порфировые колонны, которые считаются самыми большими из существующих в Риме, поддерживают центральную арку. Еще четыре колонны находятся в балдахине, построенном в стиле барокко. Посмотрите, какой великолепный пол в этой церкви. Пол Космотеско – это особый тип украшения пола, который появился в Италии между XII и XIII веками. Термин Космотеско появился только в XIX веке, по предложению искусствоведа Камила Бойта. Он таким образом хотел хоть как-то выделить стиль декоративного пола с геометрическими орнаментами из цветного камня, который был сделан в XII-XIII веках. И сейчас, когда мы видим такой пол в римских церквях, мы его называем Пол Космотеско. Развитием стиля Космотеско занимались несколько семей мраморщиков, но название стиля было названо по имени одного из мастеров Космы. Косма и его сыновья просто очень часто подписывали свои работы. Так Косма и его сыновья стали лучшими мастерами по мрамору, и в XII веке они получали самые большие заказы от пап. Эта семья установила настоящую моду в отделке полов, которая пришлась по вкусу папам. Они повторно использовали небольшие кусочки мрамора, гранита и керамики, взятые из древнеримских построек. Рядом с мастерской Космати были также мастерские мраморщиков, которые выполняли похожую работу по стилю, но их имена, к сожалению, не так часто упоминаются, и мы продолжаем называть этот стиль стилем Космотеско, чья подпись очень часто появлялась на работах. Полы Космотеско представляют собой очень красивые мраморные ковры, богатство и разнообразие которых контрастируют с простой архитектурой римских церквей, в которых они находятся. Где-то в 1630-х годах кардинал Шапионе Бургези, племянник Папы Павла V, поручил одному из архитекторов перепроектировать церковь. Был изменен фасад, потолок и колокольня. И, конечно же, по всей церкви появились символы семьи Бургези. В этой части пол Космотеско был переделан кардиналом Бургези, который заменил некоторые порфировые диски своими геральдическими символами. Колокольня была изменена за счет добавления пирамидального шпиля. Вес был такой тяжелый, что пришлось заложить окна нижних этажей колокольни. Прекрасная колокольня относится к периоду XII века. Она построена на квадратном основании 8х8 и высота ее 45 метров. В центре великолепного потолка изображена слава Святого Крисогона. Это работа Гверчину. К сожалению, это только копия, потому что оригинал был украден и перевезен в Англию, где он до сих пор и находится. Часовня церкви Сан-Крисогона, в которой покоится мощь и блаженная Анна Мария Таиджи. Блаженная Анна Мария Таиджи получила уникальный дар, в котором она видела прошлое, настоящее и будущее. Родилась она в Сиене в 1769 году. Ее родители держали аптеку в Сиене, но разорились, потеряли все свое состояние и поэтому были вынуждены отправиться в Рим в поисках средств к существованию. Анне Марии было 6 лет, она переехала с родителями в Рим, где прожила до конца своей жизни. В Риме Анна Мария два года училась в приходской школе сестер, в школе добрых хозяек, так их называли. После обучения она работала горничной, пыталась оказать семье финансовую поддержку. В 20 лет она вышла замуж за Доминика, вассала знатного рода Киджи, с которым она прожила счастливо 48 лет и до сих пор в ее жизни не происходило ничего необычного. Но однажды, когда она была на исповеди в соборе Святого Петра, она почувствовала сильное желание отказаться от мирской суеты. Она стала все больше прислушиваться к внутреннему голосу. Все деньги, которые она могла сэкономить, она отдавала бедным и несчастным. Несмотря на свою любовь к бедным, она никогда не забывала про собственную семью. В замужестве она родила семерых детей, трое из которых умерли в детстве. Вся семья обычно собиралась для молитвы в небольшой частной часовне. И в течение многих лет во время молитвы в этой часовне у нее были частые видения, в которых она предвидела будущее. Она оказывала какое-то необычное влияние на людей. Историй, подтверждающих это, очень много. Она лечила людей. Могла сказать, иди поспи, отдохни, и к тебе вернутся силы. И человек после отдыха просыпался совершенно здоровым. Ну а многим грешникам она помогла прийти к Богу. Слава о ее святости росла с каждым днем. Анна Мария умерла в 1837 году. Ее тело было выставлено на два дня для почитания верующим в церкви Санта Мария на Веопаде. Воскресным вечером народ проводил ее на новое кладбище Кампо Верану, где, согласно указаниям папы Григория XVI, она была положена в свинцовый гроб с наложенными пломбами. Простой народ, епископ и кардиналы шли вереницей к скромному надгробию за помощью и исцелением. Количество чудес увеличилось, и народ выражал сожаление, что тело блаженное находится так далеко от центра Рима. Ее тело несколько раз переносили, и, наконец, оно покоится в церкви Санкт-Крис-Сагону. Свинцовый гроб был вскрыт. Ее тело было найдено таким, как будто она была похоронена всего лишь день тому назад, хотя одежда блаженно истлела, а ее тело было нетленным. Сестры сняли старую одежду и заменили ее на новую. В течение восьми дней тело было выставлено для почитания верующим. Казалось, что все люди окрестностей Тростевери находились у ее гроба. В 1920 году Папа Бенедикт XV причислил Анну Марию, мать семейства, к лику блаженных. Он провозгласил ее покровительницей матерей семейств и покровительницей католического союза женщин. Когда ее святые мощи были вновь осмотрены в 1920 году, оказалось, что они уже не являлись нетленными, и в этот момент уже начался процесс их разложения. Ее лицо и руки были покрыты восковым покрытием для того, чтобы сохранить ее облик. Апсиды украшает работа Пьетро Кавалини, это XIII век. Мы видим Марию в окружении святых Крисогона и Джакому. «Мадонна с младенцем» – это работа Кавальеру Дарпину. В самом сердце Тростевери, в подвале современной церкви Сан-Крисогону, до сих пор сохранились остатки и фрески раннехристианской церкви, построенной на домах II века, которые использовались для собрания христиан. По железной лестнице я спустилась на 8 метров ниже уровня современного города и оказалась внутри первой церкви, построенной в этом районе в V веке нашей эры, так называемой «Титулус Крисогони». Спускаясь по лестнице, сразу была видна апсида церкви. Саркофаг II века нашей эры. Его украшает триумф Нептуна. Здесь изображены тритоны и морские нимфы. В музеях Рима сейчас находится очень много интересных саркофагов, которые были найдены при археологических раскопках. Кстати, их очень интересно рассматривать. Подземная церковь сейчас разделена на мелкие помещения фундаментами, колоннами современной церкви, но первоначальные комнаты все еще ясно видны. «Удивительно, но я хожу по полу старой церкви и рассматриваю сохранившиеся узоры». Про то, что внизу под этой церковью находится раннехристианская церковь, знали давно, но только в 1907 году удалось провести первые раскопки. Другие раскопки проводились уже в 1920-х годах, однако археологам пришлось ограничить свою работу, чтобы не ставить под угрозу стабильность церкви. Самая интересная находка раскопок относится не к ранней церкви, а к церкви 8 века. Стена была украшена фресками, изображающими события жизни святого Бенедикта и рассказывающая о чудесах других святых. Сегодня фрески находятся как будто в длинном коридоре из-за противоположной стены. Она была построена в 12 веке для поддержки новой церкви. Однако на глубине 8 метров мы видим не только самые древние остатки церкви, но и остатки древнеримского квартала и аристократических домов, которые были использованы для первых собраний христиан. Вот такой он удивительный город Рим. Прогуливаясь по вечному городу, задумайтесь, что находится под вашими ногами. Пример того, что Рим похож на лазанью, и что под каждым слоем находится какая-то загадка, я показала в сегодняшнем видео. Благодаря таким удивительным и скрытым местам Рима у меня сейчас появился маршрут «Подземный Рим». Кстати, и вы, дорогие мои друзья, тоже у меня часто спрашивали про этот маршрут, но тогда я не была готова. А сейчас у меня этот маршрут уже готов, и я готова показать вам все сокровища этого удивительного города. Напомню всем, кто хочет погулять со мной по Риму, что гулять по Риму надо обязательно утром, чтобы насладиться красотой этого удивительного города, и чтобы были открыты все места, куда нам надо с вами зайти. Давайте еще немного прогуляемся по подземной раннехристианской церкви и порассматриваем, что сохранилось и дошло до наших дней. ! Идеи! Не всегда удается туристам самостоятельно пройти по тем местам, которые были записаны после просмотра моих видео. После просмотра видео кажется, что все понятно. Но когда вы приезжаете в Рим, то кажется невозможным найти все то, что хотелось посмотреть самостоятельно. Поэтому по Риму нужен путеводитель или экскурсовод, который покажет вам все и расскажет, куда сходить и что посмотреть. Обращайтесь, я с большой любовью и радостью покажу вам этот удивительный город. На моих экскурсиях по Риму я очень часто щедро делюсь с моими туристами теми местами, которые нужно посетить в Риме, чтобы в полной мере изучить этот великолепный город. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Этот замечательный дворик находится прямо в центре района Трастевери. Многие проходят по улице и даже не подозревают, что сюда можно зайти. В районе Трастевери всегда много людей, много туристов и местных жителей, но про этот дворик мало кто знает. Субтитры создавал DimaTorzok 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 По улице Джулия я бежала на экскурсию и вот решила зайти в Палаццо Фальконьери, где очень часто проходят бесплатные выставки. Субтитры создавал DimaTorzok А этот дворик тоже находится в районе Трастевери. Это я уже после экскурсии возвращалась домой через район Трастевери и зашла в свой любимый дворик, в котором скоро зацветет джасмин. Снимаю, снимаю каждый день видео для вас, но время, чтобы обработать видео и выложить на YouTube у меня не хватает. Я уже и на новой выставке в Палаццо Барбери не побывала, и так все хочется мне вам показать, и уже скоро во Флоренцию поеду, купила билеты на начало мая. Не теряйте меня, если долго не будет новых видео. Как только будет свободная минутка, я обязательно загружу для вас новое интересное видео. А пока ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось, и пишите комментарии, которые я каждое утро читаю. До новых видео, друзья мои! И до новых встреч с моими друзьями и туристами, которые обещали ко мне вернуться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В выходной, конечно же, мне хочется отдохнуть и сбежать из шумного города. Поэтому мы каждый выходной сейчас ездим на море. Вы только посмотрите, какая красота! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!